Россия ни в чем не может потратить своей энергией. В самом географическом положении этого государства является сердце земного шара. И вот та глобальная территория, которую она занимает, она действительно принимает на себе все удары и все новшества. Понимаете, ведь сила не в том, чтобы постоянно действовать, а сила накапливается, когда пружина сжимается, 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 потому раз и космический рывок. Вот этого космического рывка на самом деле ждут очень многие, потому что народилось такое поколение людей с новыми возможностями, с новыми какими-то интересами. Я очень люблю современную молодежь, я многому у нее учусь, и у детей в том числе. Они иные, они не мотивированы на, как вам сказать, на материальный мир. Они мыслят гораздо глубже нас. Они более космичны, чем мы. Они более широкие, чем мы. Поэтому будущее России именно в этом, в этом глобальном осмышлении. А зачем мы вообще пришли на эту землю? Для чего? Человек русский, он не может не задавать себе вопрос. Заметьте, это задавал и Андрей Тарковский во всех своих фильмах. Поэтому его фильмы признаны все, божественное начало в картине «Солярис», где играл главную роль, божественное начало. А что это такое? Ага, это бессмертие. Ну вот представьте на секунду, что каждый человек на планете Земля знает, что он бессмертен. Но за каждый свой поступок и за каждый свой помысел он будет отвечать. Как изменится мир? Он измерится глобально. Мы все бессмертны. А вот что делать с нашим бессмертием, тут надо разбираться. А Россия бессмертна. А Россия бессмертна.